Ханук Всегда, когда вы думали, что у вас не хватит сил, не хватит масла в лампаде, не хватит, не знаю, там, чего угодно, вам кажется, что не хватит, все равно начинайте, потому что, господа, как выяснилось, иногда самого маленького количества масла хватает на то, чтобы 7 дней горела лампада Случается ханукальное чудо? Да, да, оно случается, и я считаю, что оно даже не чудо, это называется ханукальная закономерность, когда ты веришь в свои силы, когда ты веришь в то, что ты можешь, то ты делаешь это даже, когда всем остальным кажется, что это невозможно Ну, хорошо, давайте, вот многие радиослушатели звонили сегодня и говорили, когда мы об исходе вот этой тяжбы говорили, они, многие радиослушатели говорили, что они верят в ханукальное чудо А давайте теперь попробуем резонно, ну, во всяком случае, поделитесь с нами информацией, что происходит, я имею в виду тяжбы Техаса и вообще, вот с судами, с противостоянием, с поиском правды, насколько это реально, возможно найти, что происходит на сегодняшний день? Ну, давайте начнем с того, что, значит, я пытаюсь быть реалистом, потому что очень часто, когда тебе чего-то очень хочется, то ты принимаешь желаемое за действительное, это происходит настолько часто, что надо, так сказать, уже, что называется, дожив-то определенного возраста, надо стараться не попадаться в эту ловушку опять и опять и опять Значит, сказав это, естественно, я очень хочу, чтобы Трамп остался президентом и т.д., но давайте смотреть, значит, и естественно, я очень хочу, чтобы техасский иск прошел, там, и т.д., и Верховный суд постановил то, что надо, но давайте смотреть реалистично на то, что сейчас происходит, скажем, вот с этим иском Значит, в чем суть иска Техаса? А мы независимый штат, то есть здесь независимое государство, подаем в суд на другое независимое государство, скажем, Пенсильвания, там, и три других, или другие независимые государства, значит, на основании того, что написано в Конституции, что если один штат хочет судить другой штат, то он может и должен это судить только в единственном месте, которое называется Верховный суд, Мы по этому поводу пришли к вам, а значит, а что мы просим, мы говорим, что внутри выборной, предвыборной, послевыборной ситуации, вот в этих четырех штатах Пенсильвания плюс три, происходили некие вещи, которые были незаконные, неконституционные, там, и тому подобное Уже выступило несколько достаточно крупных специалистов юриспруденции, значит, я сейчас не говорю о левых, я, так сказать, их смотрю, но не привожу никогда в качестве примеров объяснений Но я посмотрел, скажем, двое достаточно крупных специалистов в законности, конституционности и тому подобное из Като-института Я надеюсь, что вы все знаете, что это достаточно правое, достаточно, одно из самых правых, think tank, то, что называется, да? Вот, и плюс, я прочел сегодня, что писал по этому поводу, юрисконсульт у Буша, который, так сказать, участвовал и принимал участие в его юридической кампании Вот, после, помните, в 2000 году, значит, Буш против Гоя или Гор против Буша, там, так сказать, они сражались за голоса Флориды Вот, все они пишут одно и то же Они говорят, что, да, конечно, штат, когда он, там, какие-то неприятности произошли между двумя штатами Они не могут сами разобраться, они должны обращаться в Верховный суд и никуда в другое место Но проблема-то в том, что между штатами ничего не произошло, а произошло внутри штата, скажем, Пенсильвания А конституционно штат Пенсильвания должен сам разбираться в своих проблемах И другой штат не может указывать ему, как ему выбирать, как не выбирать А должны внутри жители этого штата, независимого государства с точки зрения закона и конституции Решать, что им нравится, что не нравится, и что-то не нравится подавать в суд Но дело-то в том, что пенсильванские, скажем, Пенсильвании уже подавали в суд И суд уже отказал на основании того, что в суд не принесли достаточно доказательств Это сейчас совершенно отдельная проблема, мы можем о ней тоже поговорить Я очень конкретно сейчас говорю о техасском деле То есть, то дело, которое, так сказать, начал Техас, к нему присоединились 18 или уже 19 штатов Из которых часть просто, так сказать, выразили, сказали, что мы с ними и хотим, так сказать, чтобы они нас представляли А 5 штатов сказали, мы готовы влиться в это дело и представлять свои доказательства, свои какие-то аргументы и тому подобное Значит, то есть, такая мощная, так сказать, конгломерат, там, так сказать, из 19 штатов Все республиканские Не все, кстати, штаты, которые называются республиканскими, которые являются республиканскими Их всего 27, скажем, ну там, так сказать, вроде 26, но, так сказать, сейчас там с новыми приобретениями 27 То есть, видите, даже не все республиканские штаты, а, так сказать, 19, мощно, но не все Охайо прислало свои всякие, так сказать, соображения в Верховный суд, тоже так называемый бриф В котором оно не поддержало ни Пенсильванию и три штата, ни Техас и вот эти 19 штатов Говоря, что были всякие вещи, их надо расследовать туда-сюда, но не надо это делать сейчас Потому что они, Охайо пишет, республиканские А того, что, значит, это сейчас влезет в инаугурацию, помешаете ей там А мы должны обязательно совсем разобраться в будущем Опять, можно относиться по-разному к тому, что они написали Но, так сказать, это то, что написал еще один республиканский штат Там несколько штатов республиканских вообще никуда не присоединились Просто сказали, так сказать, мы не будем присоединяться Значит, вот с точки зрения этого аргумента у суда, Верховного суда Значит, практически, вот как говорят все три эксперта, про которых я рассказывал Это говорят, что у Верховного суда не будет права говорить, это наша юрисдикция И вмешиваться в это дело Они, скорее всего, скажут, господа, у вас есть какие-то проблемы Решайте их внутри каждого штата, а это к нам не имеет отношения Но, как всегда, что называется, пока мы с вами разговариваем, что-то происходит И в Верховный суд в качестве поддержки вот этого Техасского штата пришел Еще один бриф, это то, что они к иску дополнения Дополнение к иску или короткое дополнение к иску А, значит, пришло некое, так сказать, дополнительное дополнение к иску Которое заглавлено безумно странно Оно называется «От Новой Калифорнии и Новой Невады» Значит, я вот как раз, когда началась передача, я пытался изучить его И понять, что же такое за штаты у нас такие, Новая Калифорния и Новая Невада Значит, пока не добрался до этого Но, что я выяснил, очень интересные вещи Что оказывается, в штате Калифорния был подан иск против губернатора Калифорнии О том, что, значит, он не имеет права менять условия в связи с ковидом, в связи с болезнью и тому подобное А должен, обязан был подать Он сам самостийно, что называется, своим приказом изменил условия голосования Причем те люди, которые проголосовали до того, действовали по одним, так сказать, принципам А люди, которые потом, так сказать, голосовали после этого указа, по другим принципам Более того, на него тут же подали в суд И судья федеральный запретил, значит, в Калифорнии следовать этому указу Но, отказался, значит, наш губернатор, Нисон Он отказался исполнять решение суда Значит, вместо того, чтобы его приостановить Он должен был выпустить бюллетень о том, что он останавливает Как Трамп всегда делал, когда какой-то суд там останавливал что-то там Он шел выше, но пока он останавливал Здесь у нас в Калифорнии так пресса об этом молчала Никто об этом не знал Он ничего не остановил, оказывается Подал, так сказать, в наш Верховный суд апелляционный в Калифорнии И ничего не остановил Чем создал вот эту ситуацию, при которой, во-первых, уже было принято судебное решение Которое антиконституционно не было исполнено А, во-вторых, некоторые люди голосовали по одним правилам Некоторые голосовали по другим правилам В Неваде, оказывается, произошло абсолютно то же самое Были выпущены всякие распоряжения в одних каунтис И поэтому там люди голосовали по правилам А А в других каунтис не было выпущено такого распоряжения И они голосовали по принципу «Б» Что, в общем, строжайше запрещено конституцией Потому что она требует, чтобы во всех случаях Мы, вне зависимости от политической партии Место жизни, возраста, цвета кожи Цвета глаз, национальности и тому подобное Все бы были одинаково А, ну, они говорят, treated Значит, обслуженный конституцией А, конечно, по-русски звучит немножко странно То есть, конституция и человек Должны быть, вот, ты живешь в Теннесси Я живу в Калифорнии Я высокого роста, ты маленького У тебя там, так сказать, большого Ты умеешь играть на реале? Нет А я нет А может, умею? Не знаю, но плохо Но это не должно оказывать никакого влияния На то, что, так сказать, ты исполняешь эту конституцию так А мне сказали исполнять ее вот так А, значит, и вот что вот из-за этого сейчас происходит Еще раз, я так и не разобрался, что такое Нью Новая Калифорния и Новая Невада Я не понял, что это за люди Или что это за организации Или что это там за группы какие-то, которые подали это Но вот этот ход Он может сейчас очень серьезно изменить подход От Верховного Суда Который скажет, ага То есть, на самом деле, внутри штата Калифорния Было подано Калифорнийцы сопротивлялись этому Значит, суд это сопротивление поддержал А, значит, тем не менее Несмотря на то, что суд поддержал Губернатор, руководство его не выполнило И таким образом получилось Что вот в штате Калифорния, в штате Невада Похожие очень ситуации Там По-разному к ним отнесся закон Вот это может прибавить Вот этому обращению в Техас Значительную силу Потому что уже теперь получается Что не один штат судит другой По внутренним делам А внутри штатов Сами люди говорят И обращались в суд Говорят, что ребята Это, так сказать, вот то, что вы делаете Неконституционно Вот я, как вы понимаете Я и не юрист по образованию И не, тем более, что, так сказать Не знаток конституции Так сказать, я ее там знаю На каком-то уровне Но не на таком, чтобы быть знатоком Я надеюсь, вы это понимаете Когда слушаете меня Ну вот пока что Что называется На входе В Верховный суд Так много вещей О которых Верховный суд Никогда в жизни Ничего не говорил Что и никогда не реагировал И никогда не принимал Не принимал, так сказать Принимал или не принимал Эти иски Что вот сейчас Вот с дополнением Которое пришло О котором я вам говорю Стало совершенно непонятно Что же теперь будет происходить Я думаю, что ни один Юридический эксперт Теперь не может сказать Как Верховный суд Будет реагировать А уж тем более я Я не собираюсь оспаривать Мнение экспертов Но просто хотел уточнить Для ясности Ката-институт Это такой либертарианский Тинк-танк Правильно? Скорее всего Да Но он очень-очень право Теперь позвольте Я продолжу Ориентированный Да, безусловно И финансирует его В значительной степени Ну, ныне уже один Брат Кох Но братья Кох Финансировали И я помню Когда Трамп приступил К обязанностям президента И объявил войну Нелегальной эмиграции Братья Кох Выступили На стороне Противников Трампа То есть По этой В частности Проблеме Они с ним Категорически Не соглашались И так далее Это просто уточнение Небольшое Сидержа Братья Кох Это одно Ну, а серьезные Очень юристы Которые много лет Работали и давали Правительством Правых президентов Советы И так далее И столько лет Показывали Что они С той стороны С которой нам Хотелось Чтобы они были Они обычно Не занимаются тем Что думают А что Кох хочет И это пишут Нет, ну если они Если эксперты Которым вы говорили Получают деньги В Ката-институте То естественно Он должен представлять Интересно Это так К слову Ну и что касается Я очень резко Против вот такого Окей Я просто Я действительно Очень резко Против такого подхода А, Кох Значит Давал деньги На организацию Этого Значит Все эти люди Которые там работают Будут лгать Нет Не все эти люди Которые Если они Всю свою жизнь Не лгали И пока Мы проверяли И все что они делали Было Честно Правильно И в ту сторону О которой мы говорим То есть против Против коллективизма За индивидуализм То я честно говоря Не вижу причины Почему бы я стал Не доверять им Вот с ее секунду Это их мнение Оно может быть Правильным и неправильным Но это их мнение Может быть Не совсем удачный пример Но вот Факс Ньюс Который казалось бы Был все время На стороне правды Вдруг в какой-то момент Переобулся И это зависит Не от личного Факс Ньюс Переобулся Значит Они Переобули Свою Ньюс дивижн То есть был приказ И дальше Дикторы Что им надо Сказать Ну и говорят Когда вы сейчас Смотрите Ханити Или Басалова Такера Карлсона Или Лору Ингрэм Это все понятно Но в принципе То они продолжают То есть это не сказать Что переобулся Полностью Факс Вот пожалуйста Работают что-то люди Которые Высказывали свое мнение Это мнение Не поменяли И продолжают быть Из-за того Что Поменялся хозяин То есть С отца Пришли два сына Либерала И тому подобное И тут же в день Что называется Выборов Поменяли Направление Новостной Новостной Части Фокс Ньюс Не означает Что все там Скорились Ханити 30-40 лет Говорит одно и то же Последнее Он был человеком Который Единственный Сначала На поле Медийном Поддерживал Трампа Причем Яна До того Что Начали уже Собак спускать Ты вообще Видишь Только розовое В Трампе И сказать Что из-за того Что сейчас Поменялись Хозяева Он стал Я не буду доверять Тому что он говорит Это неправильно Абсолютно нет И тут я с вами Сто процентов Согласен И В конечном счете При всей Идеологической Заточенности Хозяев Этого канала Они же не самоубийцы Они же понимают Что если Уйдет Хеннити Такер И Лора Ингрэм То Фокс Ньюс Потеряет не 72 миллиона А вообще Скатится Ниже Плинтуса Поэтому Только этим Трем человекам Позволили Говорить То что они То что соответствует Их внутреннему Содержанию Мы не знаем Может поэтому А может людям Которые Сыновья Этого самого Мердока Столько дали Что им уже Настолько Наплевать Теперь на Фокс Ньюс Что пусть он будет Убыточный Какой угодно Мы не знаем Сережа Что там происходит Они могли дать Возможность Сесть на трубу Какую-нибудь там Нефтяную Да или пустили В какую-то сделку О которой они Не мечтали Но при этом Условие было Повернуть Фокс Ньюс Все про Ну хорошо Ладно Я не ставил Своей целью Поспорить У меня на этот счет Свои представления Ну что Спорят Тоже хорошо Ну хорошо Я все-таки думаю Что это вот таким образом До сих пор Три человека Которые вещают На Фокс Ньюс Это те За счет которых Фокс Ньюс Еще как-то выживает На сегодняшний день Потеряв 72 миллиона Подписчиков Это мое мнение Это чисто Практицизм Прагматизм Вернее Не более того Скрипя сердце 72 миллиона Подписчиков А сколько у них Всего было Ну не знаю Сколько было Всего Но вот 72 миллиона Подписчиков Это же невозможно И что Цифра такая Фантастическая Почему Всем Я понимаю А 72 миллиона Нет Такая-то ошибка Может 7 миллионов Хорошо Так или иначе Может быть я в цифрах Действительно ошибся Но С того момента Как они переобулись Они потеряли колоссальную Послушайте Макс Ньюс Все люди Которые вот слушают Меня Практически Если я говорю А вот на Фокс Ньюс Там что-то такое Мне тут же пишут Десятка-два Комментариев А я вообще Я перестал их слушать Там я их там Сволочей Там и прочее То есть массово Народ просто Выключился от них Что правильно Фокс Ньюс У нас еще с судами Почему-то Говорит у вас У вас недостаточно Доказательств Причем часть Часть из этих судей И сделали Комментариев Голоса Какое-то И видел Потому что В этом заявление Естественно Смартматика И штат Он вдруг сообщил От этого Работать Она известный Проделала Что два сенатора Говорит об этом По поводу Я что-то хочу И хотел бы Что-то произошло Поэтому Естественно Больше доверяю Тем людям Которые говорят Ту же дуду Чем те Которые говорят Противоположную У меня накапливается Такое немножко Раздражение Потому что Вот как я не люблю Когда в СНН От меня что-то Скрывает И думает И говорят Не дадим ему фактов Будем решать сами Какие факты давать Какие не давать И будем сами За него думать А он получит Разжеванную нами Там Я не знаю Там Конфетку А здесь у меня Такое же ощущение Мне что-то такое Рассказывают Потом говорят Что мы вам Все проверим Все скажем Проверяют Нашли что-то Скажите нам Не нашли чего-то Скажите нам Потому что Решать Что я думаю И что И что Какие выводы Я буду делать Я хочу на основании Все информации Которые есть А не той Которую кто-то Кто-то дает Мне кто-то не дает Давайте попробуем Принять звонки Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Сережа Добрый день Леон Я ваша подписчица На ваш канал Спасибо Смотрю вас И у Стива Дудника И у Тукец И очень часто С вами согласна Но не всегда Ну это наверное Тоже нормальное явление Вы знаете Даже моя жена Не всегда Со мной согласна Я понимаю Да Вы знаете Вот в данном Контексте Которое Вот вы сейчас Дали обозрение Тому Что Нас не хватает Фактов Вы знаете У нас Миллион фактов Но они все Не будут хватать И даже если Вы вообще Принесете Полностью Открытые Все документы Они все равно Будут говорить На белое Черное Во время Импичмента Нашего президента Кто-то Что-то сказал А ему Показалось И вот это Уже был свидетель Вы помните Этого Извините Урода Да Так сказать Военного С Украины Да Который здесь Так сказать В пиджаках Выступал И его было принято Его Его освидетельствование Было принято Как Или биселплоуэр Или еще что-то Которое вообще Ни под собой Не имело Никакой базы А вы сейчас Говорите С позиции С левой И вот это Мне не очень нравится Вот с этим Я с вами Не согласна Потому что Вы сейчас Не привели Ни одного Факта Который бы Доказывал Правоту А их Миллион Этих фактов Уже Очень много И тех же Фотосентиментейшн И тех же Ну много Много всего Которое на самом деле Было сделано Нелегально Просто они Извините Но слили Нашего президента И республиканцы И демократы И все вместе взятые Он никому Не выгоден Почему сейчас Вы не скажете Это Вы сейчас Говорите Очень Пессимистично Я понимаю Вы скажете Вырвали из контекста Он так ли И именно Не говорит Потому что я смотрела Этот митинг От начала До конца Ну Осветите Пожалуйста То что я сказала Спасибо Да с удовольствием Потому что я предполагал Что будут Такие звонки И более того Предполагал Даже что будут Намного более Жесткие Звонки Значит Насчет Лина Я сказал Абсолютно То самое Что сказали Вы Просто Расширили Его слова Еще на 4 На 4 слова Его предложения В любом случае Когда человек Говорит Не ходите А Президент страны Уговаривает Пожалуйста Идите А Все республиканское Руководство Уговаривает Пожалуйста Идите голосовать Я получаю Похмельеву Два десятка Писем Дайте денег На то Чтобы мы продолжали Уговаривать людей Идти голосовать То когда Лин говорит Что не ходите Голосовать По любому поводу Абсолютно Это самое То это прямо Противоположно Тому Что я хочу Например Вот Но это его право Это его право Правда Он одел В этот момент Красную шапку На которой была Писана Мага И сказал Не ходите Голосовать Вот это Мне ошибка Не понравилось Хотя он Блестящий юрист И ум большой Умница Я его с удовольствием Слушал Читал его Всякие опиницы Насчет Сидни Пауэл Она мне тоже Очень нравится Но были какие-то Причины Почему ее шуганули Из команды Трампа Иридической Правильно Были какие-то Причины Ну вот Были Давайте подумаем Вместе Она наша героиня Она там Стальная Железная леди Называйте как угодно Там новая Жанна Дарк Но почему-то От нее открестился Трамп Почему-то От нее открестился Джулиани При этом они говорят Что мы делаем Общее дело Туда-сюда Но попытались От нее откреститься Теперь То что я вам Рассказывал сегодня Я определю Следующим образом Предыдущие 20 выступлений По 20 минут Каждое Умножьте одно на другое Получится 400 минут Видите Я сумел это сделать Даже без калькулятора Я все время Говорил о том Что у нас Есть С моей точки зрения И ни разу Ни одного Не упомянул Что против нас Сегодняшнее выступление Я решил посвятить Потому что Вот пришли Какие-то новости Именно тому Что господа На солнце Тоже есть пятна А мне многое Чего Не нравится То что происходит В среде Встания Тех людей Которые Ну так сказать Защищают Трампа Я за их работу Я посылаю им деньги Я делаю все возможное Для того Чтобы им помогать Но это не означает Что я должен быть влюблен В каждого из них И считать Что они прямо Вот такие святые В белых нарядах Да Они делают ошибки Они делают ошибки Которые мешают Добиться той цели Которую я хочу Чтобы они добились И то что Вот я вам рассказал Сейчас про Сидни Паула Это мешает То что я вам рассказал Про иск Техаса Забудьте То что я рассказал Пребывайте В состоянии Розового счастья Бога ради Это Оденьте очки И розовые И живите так Я вам рассказываю Действительность Которую сейчас Столкну Потому что Иначе Когда произойдет То что произойдет И Верховный суд Скажет Что они этот пункт Выбрасывают Вы не поймете Почему И будете думать Что Верховный суд Подкупили Я вам объясняю Что существует Достаточно много Серьезных юристов Которые находятся На нашей стороне Много раз Доказывали Что на нашей стороне Они никуда Одновременно Все продались Но не верю Как мне пишут В каких-то случаях А ты путинский Все Вы поняли Что ты За зарплате У Путина Не важно Что я Про Путина Рассказывал То что я рассказывал Поверьте Значительно больше Чем говорят В России О нем Тот фильм Который я сделал 30 минут О Путине О его детстве Посмотрел Как минимум Пару миллионов человек Из которых Большинство сидело В России Я получил столько угроз Сколько не получал А нет Извиняюсь Еще больше Когда я сделал Фильм о Навальном Вот тут я получил Больше угроз Чем по поводу Путина Вот рассказывать мне О том что я Не дал Какую-то информацию А дал другую Господа Я 400 минут Давал Ту информацию Которую Значит Которая вам нравится А сейчас 20 минут Давал информацию Которая вам не нравится Ну извиняюсь Давайте Выключим меня сейчас Я рассказываю Действительность И будем слушать Только тогда Когда я рассказываю Прямо противоположные вещи И следующий звонок Добрый день Пожалуйста В Уфе Здравствуйте Леон У меня к вам вопрос Вы в прошлый раз Рассказывали Историю Как в Джорджии Под столом Нашли Какие-то ящики Чем это все Закончилось Я вас послушаю По радио Хорошо Почему людей Отправили Сказавшим Они поняли Они поняли Что у меня Подсчет Они решили Что они Ослышались И побежали Туда обратно Чтобы присутствовать Когда они пришли Начали стучать в дверь Это было Ровно в час Пять минут То Открыли Из зала Никто им не говорил Уйти Просто сказали Что если хотите Если вы устали Можете уйти Что было Абсолютным враньем И прочее Но Ничего пока Дальше Не случилось Что будет происходить Я не знаю Возможно Кого-то будут судить После того Как утвердится президент Но пока что Я не вижу Никакой возможности Того Что это попало В суд И С этим разбираются То есть Что происходит И это Наша трагедия Господа Действительно Есть большое Количество Подтверждений Нам не нужно Их выдумывать И придумывать Есть Конкретные Подтверждения Я не знаю Насчет Dominion С первым Атик Софтоматик Не важно Не помню Какие там Использовались Я просто Не знаю Не понимаю Мы знаем Вещи Которые Умопомрачительные В пяти штатах В одно и то же время Ночью Вдруг остановили Подсчет Во всех из них Вдруг выгнали Людей Которые наблюдатели Значит В некоторых Из них Или во всех В четырех Как минимум Начали Почему-то Подсчет Голосов Бест После того Выгнали наблюдатели В этот же момент Прошли абсолютно Математически Невозможные вещи То есть За одну минуту Было подано Там Четыреста тысяч Сто двенадцать тысяч В другом штате Голосов Все за Байдена Все математики Говорят Что возможность Вот этого Приблизительно Одна из четырех Даже не триллионов А квадриллионов То есть Со всех точек зрения Легче Подпрыгнуть И оказаться На Луне Чем чтобы Сто двенадцать тысяч Бюллетеней Оказались Все за Байдена Но тем не менее Мы все это знаем Но тем не менее Люди делают И глупости И люди Какие-то Говорят слова Или приводят Какие-то Идиотские факты Которые Ступанивают Мешают И позволяют Этим судьям Выкидывать Что называется Выливать Из таза Вместе с грязью Так же и ребенка И я против этого Выступаю Я выступаю против того Чтобы За дешевой славой Гнались И портили Нам кейс Я считаю Что нужно Только серьезно К этому относиться И считаешь Уже готовиться Сидни Паул Дважды подала Кейс В котором Была Какая-то Каунти В Мичигане Которая никогда В жизни Не была Упомянута И которая Судью Имя его Мисс Спелд То есть Неправильно назвала И кроме того Суд тоже был Неправильно назван Я понимаю Что все в спешке Но это же Приводит к тому Что происходит Аааа Они даже ничего не имеют ввиду Ааа Они даже имя судьи Не назвали Ааа Они выдумали Аккаунти Дело не в том Что левые это говорят Плевали бы на этом Это позволяет Судам Выкидывать Эти дела Вот в чем Дело Это не то что Ах Ну у нас больше Нет свидетельств У нас есть свидетельства Просто мы действуем Очень часто По-идиотски Техас Должен был Подумать В 17 раз Прежде чем Говорить О том что Одно из трех Его претензий Что они хотят Вмешаться Во внутренние дела Другого штата Где они нашли Эта конституция Почему этим занимается Не 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 Генерал Солиситор Который должен заниматься А генеральный прокурор Который не должен Этим заниматься Вот почему Это сразу же Вызывает ощущение Что это политическое дело У судей Не у меня У судей Я хочу Трампа защитить Я говорю Защитить Я хочу нас всех защитить Я хочу Не попасть опять В коммунизм Социализм Фашист Глобалист Называйте Как угодно Моя проблема Заключается В том Что люди Вокруг этого Делают ошибки Идиотские Совершенно И я от этого Раздражен Удручен И боюсь Что мы Из-за этого Можем Влипнуть Вот Сережа Если есть какие-то Еще звонки Готов Есть Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Еще раз Сергей Добрый день Леон Добрый Как обычно Попал Под самый Конец Передачи Наверное Нет У нас есть Еще 4 минуты Давайте Да Леон Я являюсь Вашим давно Сторонником Подписчиком И даже Какие-то Копейки Там Донатил Но сегодня Буду С вами Не соглашаться Как вот И предыдущая Слушательница Может вы Не допоняли Но Техас Не предъявляет И не учит Жизни Другие Штаты А говорит О том Что Результат Выборов Этих Штатов Влияет И на Жизнь Всей Остальной Страны И не хочет Быть в заложниках У мошенников И читеров Понимаете Спасибо Я понял Я понимаю Это И вот Как просто Человек Леймен Человек Который Сидит И рассуждает За кухонным Столом Я с вами На тысячу Процентов Согласен Проблема В том Что Судьи А чем более Джастис В Верховном Суде Рассуждают Не так Они не так К этому Подходят Они подходят К этому Следующим Образом У вас Есть свои Дела А в Пенсильвании Свои Дела Вы Член Федерации Вот Пенсильванский Суд Уже Решил Что там Не было Проблем Это Не ваше Дело Теперь Потому что Пенсильванский Суд Сказал Сначала Выкинул А операционный Сказал Нет Неправда У нас Таких Проблем Не было Поэтому Техас Я считаю Что это Обязательно Надо Расследовать Я считаю Что сажать Надо Я считаю Что расстреливать Надо Вот за то Что они делают Но Один из трех Пунктов Суда То есть Иска Поданного Техасом Он не Про Конже Из-за этого Единственного Пункта Может Все остальные Тоже Выкинут Ну Во-первых Верховный Суд Может Принять И Паршал Дисижн Правильно Какое-то Частичное Может Но они Скорее У них Одна Мечта Есть Не Влезть И вот То Что им Дали Возможность Избежать Этого Это Очень Плохо Ну Я все Таки Верю Что Какой бы Это Ауткам От Этих Выборов На Следующий Раз Такого Читерства И Мошенничества В силу Того Что Вся Страна Стоит На Половина Страны По крайней Мере Больше Стоит На Ушах Меры Уже Не Будет Как Вы Считаете Спасибо Я Считаю Что Если Мы В этот Раз Спустим То В Следующий Раз В Двадцать Втором Году Будет Еще Немножко Больше А в Четвертом Просто Не Верховный Суд Спасибо Спасибо Леон Еще Раз С праздником И До Встреч В Следующий Раз До Свидания